Приветствую всех! Я думаю, что я сейчас шокирую моих зрителей и подписчиков некоторыми своими заявлениями и взглядами на определенные проблемы Крыма, Донбасса и вообще геополитики и мирового устройства. Но до этого давайте я вам покажу интересные кадры мировых новостей. Это то, на что хочу, чтобы вы обратили внимание. Вначале веселые видео о криминальных авторитетах. Четверт может принять в окончательном третьем чтении проект закона об уголовной ответственности так называемых криминальных авторитетов и лидеров преступных группировок. Такую рекомендацию дал Комитет Палаты по госстроительству и законодательству. Речь идет о том, чтобы искоренить вообще романтическое отношение к криминалу. Если это удастся... Смотрите, как они объясняют. Речь идет о том, чтобы искоренить романтическое отношение к криминалу. А не вы ли это романтическое отношение воспитывали? Все эти фильмы «Брат 2», «Бригада» и так далее и тому подобное. Наверное, люди знают много таких фильмов, где именно воспитывалась любовь к бандитизму. И бандиты преподносились героями, правдолюбами. Для чего это надо было? Когда надо было грабить население России? Когда надо было делить награбленное... Вернее, подмять под себя все имущество Советского Союза? Теперь, когда все подмяли под себя, сели в Думу, в администрацию президента, теперь надо что-то делать, грабить, дать на ограбление народ уже невозможно. Народ весь разграблен. Поэтому, естественно, весь преступный мир и организованные грабировки теперь смотрят на кого? На тех, кто у власти. Потому что только те, кто у власти, имеют деньги, имеют бизнес, все остальные разграблены. А это, как говорится, одна этническая группа. Ну, прав ли я или не прав? Решайте вы. Давайте послушаем дальше их оценку. Если этот закон поможет этому, я буду вам приветствовать. Как он сработает? А сейчас посмотрите мнение авторитета. В криминальном мире нового закона не боятся и найдут способ его обойти. В этом не сомневается автор книг «Исповедь русского гангстера» Михаил Орский, которого называют бывшим криминальным авторитетом. Думать, что воры-корковцы пойдут на заклане под этот закон? Не найдут способа. Вот он говорит, что найдут. Я вам сейчас объясню почему. Вы могут петлю совать? Ну, я думаю, что это наивно. Думаю, будут приняты какие-то контрмеры. Братва постарела. Братва частью убита, частью посажена. Кто умнее, посметливее, перешел в бизнес. В случае принятия закона о криминальных... Смотрите, что важно. ...в авторитетах лидерам и участникам преступных группировок будет грозить до 20 лет тюрьмы, если они не заявят о выходе из ОПГ и не станут сотрудничать с силовиками. Вы поняли? Только кто открыто начнет стучать и сотрудничать с спецслужбами, тех оставят. Всех остальных убьют или посадят. Повторяю, хочу еще раз показать это. Есть, кстати, видео, можете посмотреть много о криминальном мире. Там говорят о тех, кто сотрудничает с администрацией Тюрин. Но это неинтересно. Я вам просто говорю, что это показывает для чего? Что те, кто организовывал это, те и теперь уничтожают. Ну и цель, я же вам говорил. Так, теперь хочу показать еще одно видео. Это какой кошмар творится в Венесуэле. Венесуэла погрузилась в пучину хаоса и мародерства. Все. Нет страны. Что-то страшное творится. И запомните, люди, конечно, мы не должны до такого состояния доводить наши государства. Теперь, ну это так, что я вам хочу обратить внимание. На что я хочу обратить ваше внимание. На то, что важно. А вот сейчас это. Вы услышите мое мнение об антисемитизме. О его причинах. Евреям, кстати, важно послушать. Ну и... Об возрождении СССР. Сейчас я вам скажу все, что я думаю. Так. Кудрин заявил, слушайте, что для поднятия экономики в России необходимо уменьшить зарплату рабочих и увеличить рабочий день. Хорошо слышите? Кудрин заявил, что для поднятия экономики в России необходимо уменьшить зарплату рабочих и увеличить рабочий день. Это исполнение планов глобалистов по введению рабства. Рабочий день будет увеличен до 12 часов. Я вам говорил об этом, что это пойдет по всему миру. Во Франции, вы знаете, еще этот Оланд подписал этот закон. Помните бунты, помните теракт Ниццы. Все это, ну, не буду повторяться. В некоторых других странах законы о 12-часовом рабочем дне. Я говорил, это дойдет и до России. Они хотят установить 12 часов каждый день и 11 часов, чтобы рабы работали в субботу. Рабы должны работать, рабы не должны мечтать. Знаете, это их отношение. Ну, тут просто безобразное его выступление. Наша страна очень сильно отстает от стран Запада. Большая часть населения винит в этом депутатов. Но депутаты и чиновники в этом не виноваты. Вина, весь этот развал по вине рабочего класса нашей страны. Потому что очень большое количество трудоспособного населения не хотят работать официально. Понимаете, что он говорит? Вот. На предприятиях изношенное оборудование. А вот он говорит, что в России очень много людей, которые получают очень большие зарплаты, а на работе проводят очень мало времени. А экономика может быстро развиваться. Только в том случае, если в стране будет выпускаться больший объем продукции, а у рабочих будут невысокие зарплаты. Как вам нравится заявление Кудрина? Ну а теперь перейдем к анализу всего этого и более серьезным вопросам. Вот евреи возмущаются, что растет антисемитизм в России, в Европе. Ведь то, что делает Кудрин, в принципе, тоже делает дело Оланд, то делает сейчас Макрон, то же самое делает Меркель. И все прекрасно знают, что Кудрин еврей. Он из масонской банды, из кремлевской синагоги выполняет все то, что говорит мировое правительство. Вот скажите мне, к примеру, сделает такое заявление не Кудрин, а в Украине, к примеру, Гройсман. Ну, как вы думаете, что скажут украинцы? Что скажут по этому поводу русские? Ну, по-моему, здесь вот это называется умышленное, не то, что я говорю в своих видео, а вот именно заявление Кудрина, это называется умышленное разжигание межнациональной розни, именно антисемитизма. Потому что, естественно, народ знает, кто во власти и знает, кто это все делает. Кто разграбил страну, кто занимается геноцидом русских, ну и так далее, и тому подобное. Я не буду, так сказать, вдаваться в подробности. Я вам хочу сказать, сейчас давайте перейдем на глобальные темы, что евреи не умеют управлять государствами. Вот они дорвались до власти, а управлять не умеют. И это показал еще, скажем, Ленин со своей, как говорится, большевистской бандой. Вот, когда меня спрашивают, мое отношение к тому, что сейчас появилось движение за возрождение Советского Союза, я категорически против этого. То, что делал Ленин и Троцкий, они хотели устроить мировую революцию. Это были те же глобалисты, которые хотели захватывать власть в мире. И это продолжало делать все коммунистическое руководство, поддержка всех коммунистических партий, помощь всем соцлагерю, Кубе, Чехословакии и так далее с, так сказать, насильственным присоединением. Почему Прибалты ненавидят русских? Потому что насильно присоединили. В этом причина, почему ненавидят западные украинцы. В этом причина, потому что Кавказ точно так же присоединяли, Среднюю Азию. Все это делали русские солдаты, точнее, вернее, не русские солдаты, а большевики и красноармейцы. Вот так вот объединялся этот союз, и он рухнул. Вот евреи вначале создавали это образование, и сами потом его и разрушили. Потому что те же евреи, сионисты, разрушили это мировое коммунистическое образование. И разрушили они не потому, что они такие умные, а потому что они использовали ту ситуацию, которая была внутри этого образования. Потому что мы все разные, понимаете, киргизы и Прибалты, молдаване и казахи, разные. И вот такое объединение ни к чему хорошему не приведет. Обращу ваше внимание на второе сейчас, на еще одну попытку глобального образования, именно затеи еврейских глобалистов. Это Евросоюз. Опять посмотрите, посмотрите, что с Англией происходит. хотят выйти, не хотят выйти, скандалы. Они попытались, пытаются опять же, уже хитростью присоединить, но оно трещит же. Но не хотят европейцы такого объединения, не хотят такого Евросоюза. И посмотрите, никакого отношения не имеет к Европе Турция. Ну какой может быть Турция, а у Турции подписан договор, такой же, как и у Украины. И они вот принимают, копают Украину, Турцию. Подписан договор с Тунисом. Это, это, Алжиром. Люди, ну это Африка, это арабы. Какой нахер Евросоюз? Это образование, опять, гнусная, дебильная идея мирового еврейства, мирового жидомасонства. Понимаете? И так же она будет рухнет, и так же будет разрушена. Понимаете? И дай бог, чтобы без войн. Вот я осуждаю эту чеченскую войну. Для чего, спрашивается, уложили 300 тысяч чеченцев, 200 тысяч русских в этой войне. Какой смысл было насильно вот так присоединять, держать Чечню? Для чего? Ну распался Советский Союз. Ну ушла Прибалтика вся спокойно. Ушла Украина, ушел Казахстан, ушла Киргизия. Для чего было вот эту маленькую Чечню вот так силой давить? Для какого образования? Такого быть не должно. А сейчас я вам скажу то, как я смотрю на все эти объединения, соединения, как должно быть. По поводу Крыма, по поводу Донецка. Я вам объясню это очень просто. Люди, вот таких присоединений Крыма к России, Донецка к России, тоже быть не должно. Но знаете, как правильно должно быть? Вот как правильно. И об этом, кстати, никто не говорит, ни один политик. Вот такое право на отсоединение, присоединение должно быть у каждой нации, у каждого региона. Но для того, чтобы объединить, к примеру, Крым с Россией, надо провести, в первую очередь, референдум к Крыму и спросить, народ, вот вы хотите объединиться с Россией? Да. Вот. А потом провести референдум в России и спросить, русские, а вы хотите взять к себе Крым? Ведь, если присоединить к себе Крым, это же материальные затраты, люди. Что вы думаете? Огромные деньги. Вон хотя бы, сколько на мост потратили, сколько тратят, чтобы снабдить теперь Крым водой. Точно так же, тот же Донецк. Сколько там? 7 миллионов жителей. Если присоединить 7 миллионов жителей к России, это, представляете, какие деньги надо затратить для России. Поэтому, когда в Донецке в 2013 году проводили референдум, это самое, вот все кричали, мы к России, Россия, возьми нас себе. Вы у России должны были спросить, а хочет ли Россия брать вас? 7 миллионов. Ну, пусть не обижаются на меня люди из Донецка, но это в России должен быть проведен референдум. Завтра, поверьте, Монголия скажет, извините, вот мы соседи, нас Китай донимает, мы хотим присоединиться к России. И что? Кто будет принимать решение? Путин, Госдума, Берлазар? Нет, конечно. Должен принимать решение весь народ. И только по взаимным вот таким референдумам могут проводиться как объединения, так и отсоединения. А вот, чтобы не было вот такого, что Донецк захотел отсоединиться от Украины, но Украина, то понятно, что украинская армия могла бы задавить Донецк, элементарно, если бы не было помощи от России. То у каждого народа должно быть право на автономию, точно так же. Вот если Крым захотел отсоединиться, но не хочет, чтобы его Россия донимала, то это в мировом масштабе должно быть подписано соглашение, что если определенная народность, но Крым больше татарский, чем российский. Кстати, если там живут русские и татары, то, грубо говоря, провели черту, половина татарам, половина русским. Все, элементарно все решается. И должно быть всеобщее соглашение о праве каждой нации на самоопределение. Потому что в мире огромное количество есть наций и народностей, которые очень маленькие и себя защитить не хотят. Но в наш цивилизованный век, в нашем цивилизованном 21 веке, каждая нация должна иметь право на существование. И если существует большое какое-то образование, оно не должно мешать жить этой нации. И в крайнем случае, если Грузия или Армения захочет присоединиться к России, к примеру, если по историческим мотивам Турция начнет претендовать на, скажем, захват Армении, конечно, тогда армяне могут провести референдум, попросить Россию или любое другое государство Украины присоединить к себе эту территорию. Но, опять же, все должно решаться только на взаимных референдумах. А вот такие вот объединения, как Советский Союз, чтобы захватывались, все было захвачено чекистами и энковидистами и армией. Я, конечно, против таких образований. Поэтому до сих пор чехи помнят 68-й год, когда русские танки зашли в Прагу. Венгры помнят. Понимаете, мы все разные. Я опять подтверждаю, повторяю это. И мы от природы, понимаете, ну разные. Ну, в Африке живут черные люди. Потому что природа их вот там создала, вот таких черных. Там в Азии желтые с узкими глазами. Ну, тоже созданное существо природой. Мы вот здесь, северные народы, белые, латиноамериканцы, скажем там, индейцы, они совсем тоже другие, отличаются от нас. И вот это вот все, что делает вот эта еврейская глобализация, она, конечно, обречена. Не можем мы жить вместе. Не можем. Должно быть создано многонациональное образование, которое я говорю, союз национальных государств, которым должны управлять титульные нации. А если хотите более, скажем, такое мое глобальное, там, скажем, определение для создания, скажем, похожих образований, которые будут иметь и силу. Ну, к примеру, скажем, всем нациям можно давать право на отделение. Вот не держать, как чеченцы, вот боятся, что если чеченцы отделятся, то потом пойдет и Дагестан и так далее. Нет, пусть отделяются. Захотят вернуться, пусть вернутся. Ничего страшного, проведут референдум. Брать или не брать, потом посмотрим. Но такие образования должны быть, ну, похожие. Вот я вижу, такое образование должно быть, это евро, в первую очередь белая раса. Это не расизм. Это Европа, Украина, вот Россия, Белоруссия и все европейские страны. Плюс разделить пополам Америку на белых и цветных. Белые с Канадой. Это одна часть должна ходить в состав такого образования. Цветные, там вторая часть Мексика, Латин Америка, это их образование. Все. Второе образование, это Китай со всей той Азией, Вьетнамами, Индонезиями и так далее и тому подобное. Они все похожи. У них тоже должен быть союз. Они похожи, они могут, так сказать, перемешиваться, потому что менталитет и культура, в принципе, похожи. Еще одно образование, это арабский мир, я за создание арабского халифата, прекратить вот эту межнациональную рознь, прекратить вмешательство Америки, России в дела арабов, дать каждому народу право на самоопределение, вплоть до этих курдов, потому что народ без своей земли, они должны иметь, да, вот они одинаковые. И еще один континент, Африка. Евреев убрать из Ближнего Востока, и я говорил, или пусть на Аляске присоединяются к белой расе, или пусть живут там, отрезать кусок Австралии для создания еврейского государства. Но это не разделение по... А, еще одно образование, это индусы-буддисты, там все рядом, Пакистан, Камбоджи, это Индия, они раньше были одним, одной страной, и вот они все тоже должны объединиться в одно образование. Все мы должны дружить, все мы должны уважать культуру друг друга. Так как сегодня мир стал глобальный, я уже говорил, что слесарь, скажем, может купить билеты и перелететь из Австралии в Америку, раньше это могли только цари поехать на каретах, на лошадях, скажем, 150 лет назад. Сейчас доступно каждому, поэтому границы строить и не давать возможности жить людям, вот такая вот, скажем, мелкая эмиграция должна быть, там люди могут менять для поиска работы, кстати, для... не все любят свою религию, свою культуру, кто-то, может, захотел изменить религию, кто-то захотел принять ислам, кто-то захотел принять православие, кто-то захотел стать католиком, кто-то иудеем, ничего страшного нет, можно делать это, но должно быть так, приехал на территорию, скажем, православной Руси, все, никаких мечетей, никаких синагог, все, принимай эту религию, принимай эту культуру, не хочешь, все, до свидания, понимаете, не надо со своей церкви, со своей религией, со своей культурой лезть и вытеснять местные народы, захотел поехать в мусульманский мир жить, принимай ислам, не надо совать туда христианский храм, не надо, этого невозможно, убрать как мечети, убрать синагоги со всех территорий исламского мира, православных территорий, все синагоги должны быть только на территории иудаизма, все, так как буддизм не должен лезть со своей религией в Россию, в Европу, понимаете, хотите жить среди европейцев, вон, в католической Европе, принимайте католицизм, хотите жить в России, принимайте православие, ну, это для людей с религиями, а для обычных людей, скажем, то нерелигиозные люди, принимайте ту культуру, в которой вы живете, в которой вы хотите жить, интегрируйтесь, не надо создавать образование, там, какое-нибудь буддистское, исламское или иудейское, как это государство на территории православной Руси или католической Европы или там буддистской Индии, понимаете, человек, приезжающий жить на территорию другого государства, другого народа, должен уважать культуру этого государства, если принято в исламском мире женщинам одевать платки, все, не надо кричать мы за свободу и в шортах там или без платков ходить, как многие пытаются, нет, там принято там, там такая культура, все, и не надо ломать ее, захотят они ломать, пусть сами ломают, не надо вмешиваться в дела других государств, какого хера лезть в эту, в Сирию, пусть арабы там сами разбираются, а то нам говорят, мы помогаем там сирийскому народу, на самом деле там еврейские кланы решают свои нефтяные интересы, а гробят там русских солдат, как в Афганистане, как в Чечне, как и везде это было. Ну, по-моему, я объяснил доступно, каким должен быть мир и, по-моему, ну, не буду себя нахваливать, по-моему, это очень демократично и цивилизованно. Всем удачи, с вами был Вячеслав Васильевский, жду ваших комментариев. А, еще одно объявление. Это видеоканал Андрея Пешихонова заблокирован, он мне написал сообщение на WhatsApp и сказал, что через неделю откроет новый видеоканал. Ну, а теперь, как говорится, жду ваших комментариев.